Продолжаем изучать текст и поработаем с другими инструментами. Как я уже говорила, у нас будут большие текстовые фрагменты, у нас будет верстка буклета по всем правилам, и нам надо познакомиться с таким вторым текстовым инструментом, текст в области, текст в контейнере или абзацный текст. Это большое количество текста, это много абзацев, даже целый текстовый файл, набранный в программе Word, мы можем импортировать и работать. Но чтобы создать своими руками в Adobe Illustrator такой текст, надо воспользоваться двумя разными способами. Первый способ создания текста в контейнере или абзацного текста. Берем первый текстовый инструмент и рисуем этот самый контейнер. И набираем текст. Этот текст в контейнере, я сейчас быстренько сделаю сброс на панели Character, потому что что-то куда-то полетело неправильно. Далее, это абзацный текст, я так наберу. Допустим, фантазируя, он набирается внутри рамки. Очень важно набрать нормальный читаемый текст, иначе каракули не будут подчиняться переносу слов. Здесь работает автоматический перенос слов. То есть здесь надо набирать нормальный читаемый текст. Перенос слов. Сколько угодно текста вы можете набрать, пожалуйста, каждый раз Enter нажимать для перехода на следующий абзац. Вот это первый способ. Первым текстовым инструментом я нарисовала контейнер и набрала с клавиатуры текст. Второй способ. Когда замкнутая фигура уже нарисована, я хочу текст набрать именно там, внутри замкнутой фигуры. Второй способ. Есть простая замкнутая фигура. Без закрашивания Mesh или Live Paint они усложняют ситуацию. И мы берем в руки уже второй текстовый инструмент. Reatype. Текст в контейнере. И этим текстовым инструментом делаем щелчок по под, по контуру. Пожалуйста, можно набрать с клавиатуры любой текст, можно добавить, copy-paste, все что угодно. Уже текст принимает форму этого контейнера. Но точно так же, как в случае с текстом вдоль кривой, цвета контейнера исчезают. Их восстановить поможет белая стрелка с плюсиком. Щелчок по пустоте. Выделяю только под, только под, без текста. И задаю внутреннюю заливку или внешнюю обводку. То же самое я могу делать с этим первым прямоугольным контейнером. Только белая стрелка с плюсиком здесь работает. Пожалуйста. Я могу отодвинуть этот текст. Могу сюда добавить очень много текста. Специально добавляем много текста, чтобы вы увидели, что происходит с самим контейнером, когда там слишком много текста. Как только в нижнем правом углу появляется красный крестик, он говорит о том, что здесь какая-то часть текста скрылась. Я могу увеличить контейнер, но не всегда это помогает. Чтобы делать перетекание текста из переполненного контейнера в другой, мы черной стрелкой делаем клик по красному плюсику. Увеличу масштаб, чтобы было удобно. Клик по красному плюсику. Указатель становится таким. Это маленькая черная стрелка. И под ней четыре строки. И вот таким указателем мы делаем щелчок по любой точке. Перетекание текста из переполненного контейнера в другой. Работает именно так. Если я другой контейнер сейчас delete удалю, текст не исчезнет, он вернется в первый же контейнер. Еще раз показываю. Щелчок по красному плюсику. И этим необычным указателем щелчок по любой точке. Можно сейчас просто уменьшить размер букв, чтобы показать вам кое-что другое очень важное. Форматирование абзацев. Форматирование символов через панель character мы с вами посмотрели. А сейчас форматирование абзацев. Здесь нам поможет панель параграф, абзац. Либо в этом режиме, либо в плавающем режиме вы открываете эту панель параграф. На всякий случай я сделаю щелчки по стрелкам, чтобы полностью развернуть панель. Здесь в основном нам понадобятся три функции. Во-первых, функция выравнивания. Выравниваем строчки для больших текстовых фрагментов вот такой четвертой кнопкой. Четвертая кнопка justify, выключка, называется, и она выравнивает все строчки по ширине контейнера, кроме последних коротких строчек. Необходимо это делать для больших текстовых фрагментов. Четвертая кнопка, выключка, выравнивание. Вторая необходимая функция здесь, в этой же панели, это сверху второе поле, first line, left indent. Это красная строка, как мы привыкли с детства. Красная строка. Есть некоторые правила, которые вы можете соблюдать, но в то же время можете делать, если редактор не строгий, не требует строго соблюдать правила, можете делать абсолютно произвольную красную строку. Красную строку, как правило, получают таким способом. Берется межстрочный интервал на панели character, увеличивается в 1,5-2 раза. В 1,5 раза увеличу, и это значение наберу здесь 45 пунктов. Но это не значит, что вы строго так должны только выравнивать. Вы можете делать абсолютно по-своему. Это вторая необходимая функция. Без красной строки все некорректно смотрится. И третья функция, affinate, перенос, автоматический перенос слов, он, кстати, включен, но почему-то нигде переносов я не вижу. Нигде переносов нет, но зато есть некрасивые растянутые пробелы. В чем проблема? Перенос корректно работает тогда, когда выбран правильный язык для этого текстового фрагмента. Я выбираю русский язык. И переносы моментально появляются. На панели параграф эти три функции нам сверхнеобходимы. Остальное смещение слева или справа или до. И после я покажу в другом окне, где работает намного интереснее. Пока так оставлю вот эти функции. Объединю две панельки и их уберу в уголочек. Субтитры создавал DimaTorzok